А вы в курсе, что жители часто затапливаемых территорий в Краснодарском крае планируют переселять в более безопасные зоны? С таким предложением выступил глава региона Венемин Кондратьев на краевом планерном совещании. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей края. И сегодня в нашей передаче речь пойдет об обеспечении безопасности жителей региона. Эту тему губернатор поднял на совещание, где обсуждали действия всех служб во время ликвидации последствий октябрьского наводнения и недавнего снегопада, который накрыл некоторые районы Кубани. По итогам заседания приняты решения, которые должны изменить подход к ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в регионе. Все подробности в нашем сюжете. Природные катаклизмы, обрушившиеся на Кубань за последний месяц, заставили сделать серьезные выводы. На краевом планерном совещании губернатор вынес на обсуждение вопросы, которые должны кардинально изменить подход к ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Октябрьские наводнения наделали в регионе много шума. 248 домов признаны непригодными для проживания. Общий ущерб превысил 3 миллиарда рублей. Решение, озвученное губернатором, позволит в будущем минимизировать масштабы разрушения, а также избежать жертв от паводков в тех местах, где они обычно происходят. Эти зоны потенциальной опасности у нас должны быть очерчены. И мы не должны с вами ждать, когда эти зоны потенциальной опасности опять станут только уже не потенциально, а опасными для здоровья или жизни людей, которые в этих зонах проживают. Поэтому нужно прекращать уже эту порочную практику, когда мы ждем, пронесет или не пронесет раз в 4 года. Поэтому я уже дал поручение, Андрей Анатольевич. То есть вот и зон потенциальной опасности, зоны, которые раз в 4, в 3, в 7, в 10 лет подтапливаются, затапливаются, где явно есть угроза разрушения домов, которые там находятся. Людей нужно отселять. Сумму выделим. Построим, понятно, многоквартирные дома, многоэтажные дома. Людей из этих зон жильцов отселим и поставим точку. Решение вопроса требует немалого финансирования. Однако затраты сопоставимы с теми деньгами, которые после наводнения выделяют из бюджета на ликвидацию последствий и компенсации. Погода в Краснодарском крае в целом заставила пересмотреть подходы в работе аварийных и коммунальных служб. После наводнения на прочность Кубань испытала метель. 30 ноября из-за снегопада и ветра на трассе Кавказ от станицы Павловской до Армавира застряли больше 600 автомобилей. Федеральная дорожная служба, которая обслуживает участок, не подготовила заранее спецтехнику. Хотя неутешительный прогноз был известен уже за сутки до этого. Теперь тучи сгущаются над руководителем самой компании. Выводы мы должны сделать без обиды, еще раз подчеркиваю, друг на друга и на мнение населения, самое главное, жителей, которые попали в чрезвычайную ситуацию. Они должны поставить нам оценку. Они. И когда они говорят, что не сработали, медленно, долго, неэффективно, значит, коллеги так и есть. Первый же снег, первая ненастная ситуация поризовала практически пол края. Слушайте, еще зима не наступила. Какая же там уже готовность, они могут понять, что мы докладывали друг другу. Первый вопрос, давайте уже разберем конкретно, почему технику искали, когда 30 ноября был снегопад и ветер. Коллеги, ликвидировать хорошо, еще раз подчеркиваю, намного важнее предупредить ситуацию. Сергей Евгеньевич Капустин, вам слово, потому что ГОИЧС. Назовите мне конкретно, кто здесь виновен в подобной ситуации. На наш взгляд, виновные в дальней ситуации, это собственник дороги Уппордор-Черноморье-Кужель Владимир Николаевич и его подрядчик, генеральный директор Дорснаб Никитин Сергей Владимирович, которые не отреагировали на ухудшение погодных условий, а когда их призвали к этой ситуации, выставили такое количество техники, которое не совладало с ситуацией. Анатолий Владимирович, подготовьте письмо на руководителя этого Кужеля, о том, что с таким руководителем дальше уходить в зиму я не собираюсь. Здесь не персонализм, здесь просто пофигизм, по-русски говоря. Потом с Дитрихом следите, я с министром транспорта. Я оставляю свое право понять вопрос на самых серьезных уровнях, о таком руководителе в крае. Ситуация с затором на трассе под Армавиром вскрыла еще одну проблему, несмотря на то, что к полномочиям муниципалитетов расчистка федеральной дороги не относится, такая необходимость возникает. И помощь лишней точно не была. Однако в районах часто не хватает собственной техники. Вениамин Кондратьев дал поручение разработать программу по закупке для муниципалитетов спецоборудования, чтобы у властей на местах всегда под рукой были машины для расчистки и ремонта дорог. В этом случае исчезнет зависимость от частных компаний, которые не всегда добросовестно выполняют свои обязательства. Мне главное, чтобы была какая-то понятная система, как в случае чего и какими силами и средствами глава муниципального образования, именно глава, потому что он на передовой, к нему техника из другого района ехать не должна в идеале. Будет или летом дороги ремонтировать делать, либо зимой бороться со снежными заносами. Но понятная прозрачная система и что необходимо им для того, чтобы на у них появилась эта система и ресурс в руках. И никто главному руки не выкручивал и не выламывал. Но, коллеги, это не дело, когда глава не обладает ресурсом на ведение порядка в собственном муниципальном образовании. Все озвученные сегодня решения занесены в протокол. Теперь экономический блок администрации края должен просчитать необходимое финансирование и предоставить на рассмотрение главе региона. На территории Краснодарского края наблюдается высокий уровень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике края, относятся сильные ветры и ливни, смерчи, град, ураган, обледенение, а также интенсивное выпадение мокрого снега в приморских районах и гололед. Географические и климатические особенности региона приводят к постоянному возникновению стихийных явлений, связанных с паводками. Опасному воздействию при формировании паводков подвергаются более 300 населенных пунктов края. Бороться с природой невозможно, но всегда нужно быть во всеоружии. Жители Кубани не должны страдать от возможного разгула стихии, считает Внямин Кондратьев. Работа всех ответственных служб должна быть оперативной и четко выстроенной. И начинаться она должна не в тот момент, когда уже идут дожди или снег. Действовать нужно на опережение. И при малейшей угрозе подтопления или сильных снегопадов оперативно сообщать об этом населению. Обращаюсь к главам муниципальных образований, где сохраняется возможность подтопления. Проверьте еще раз систему оповещения. Это самое важное и необходимое. Чтобы системы оповещения были в максимальной работоспособности и готовности. Второе, места размещения в случае эвакуации людей тоже должны быть подготовлены. Ну и коллеги, естественно, обеспечены всем необходимым для жизнедеятельности человека в случае его временного пребывания там. Опыт, который у нас в крае уже многочисленный, говорит о том, что мы должны контролировать уровень реп. Ежедневно, ежечасно. И предупреждение в случае, если на самом деле вода подымается. Все, другого здесь способа нет. Нет, механический контроль. Потому что, еще раз подчеркиваю, на погоду не повлияем. И на выпадение осадков не повлияем. Поэтому расслабляться просто не можем и не имеем права. Еще один из способов предупреждения чрезвычайных ситуаций в сезон дождей и паводков – это своевременная чистка русел рек. На одном из совещаний в Сочи Вениамин Кондратьев попросил главу МЧС России Евгения Зиничева поддержать инициативу Кубани очистки русел рек на территории края. По закону, сейчас регионам заниматься этим нельзя, так как все полномочия находятся у федеральных ведомств. При этом затопление прибрежных территорий из-за забившихся русел – одна из острых проблем на Кубани. Русло рек нужно чистить. В общем, вопрос. А сегодня ни муниципальное образование, ни субъект, мы не можем, не имеем права в силу закона зайти и чистить русло рек, потому что здесь необходимо целый ряд каких-то непонятных документов, а кроме того, еще и Министерство природы России здесь занимает определенную позицию. Поэтому здесь мы также, вот этот подход не ликвидировать нужно, а предупреждать. А предупреждать нужно только в том случае, если мы сможем вовремя эти реки чистить просто-напросто от того сельевого потока и гравина этой смеси, которая с гор спускается. Если это возможно, мы выйдем с ассоциативой в правительство. Я напомню, что в Краснодарском крае продолжает действовать государственная краевая программа обеспечения безопасности населения. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий – это одна из подпрограмм краевого документа. Наряду с подпрограммами «Пожарная безопасность в Краснодарском крае», «Укрепление правопорядка» и «Профилактика правонарушений». Работают в Краснодарском крае и над системой комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края. Так, например, только на подготовку школ к учебному году в регионе выделено полтора миллиарда рублей. Одна из самых важных задач сегодня – это обеспечить общеобразовательные учреждения края современными системами безопасности. Это и пропускной режим, и охрана периметра школы, обеспечение зданий камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками, а также физической охраной. Этой работой в разных школах Кубани занимаются профессиональные охранные организации и казаки. 11-я школа в Туапсе буквально пронизана системами безопасности. 8 наружных камер видеонаблюдения, 77 – внутри здания. Кроме этого, дистанционный пульт связи с Росгвардией. После нажатия тревожной кнопки подразделение приедет на место через 5 минут. Моментальная скорость реакции и у автоматизированной системы пожарной безопасности. И что немаловажно, все работает автономно, даже если отключится электричество. В случае подъема температуры в помещении или задымления при срабатывании датчиков пожарной охранной сигнализации, на вот этих пультах здесь у нас расположено цифровое табло. У нас загорается номер кабинета, мы видим, где у нас очаг возгорания. В этой школе учли не только автоматику, но и продумали методы пассивной безопасности. В здании 8 выходов, которые находятся в разных частях школы. Все для того, чтобы в случае эвакуации потоки людей не пересекались. Как в реальности работает пожарная тревога, показали губернатору края. Внимание! Пожарная тревога! Срочные системы покинут помещения. Вениамин Кондратьев вместе с начальниками управления ФСБ, МВД и МЧС проверяет готовность системы безопасности перед началом учебного года. На постах охраны в этой школе дежурят казаки, которые прошли специальную подготовку. Закрывается в канале, и там через кнопку доступа он видит, кто заходит на территорию нашей школы. Сегодня у нас очень современные средства и обнаружение любой внештатной ситуации. Нужно умело этим пользоваться. Вот увидев на мониторе тревогу или предпосылки, или уже, не дай бог, внештатную ситуацию, тот, кто здесь находится, он должен среагировать. И при том, среагировать правильно, оперативно, отдать правильные команды и передать эту информацию быстро или Росгвардии, или тем, кто сегодня обеспечивает, в том числе и пожарную безопасность. Безопасность образовательных учреждений, отмечает глава края, сегодня одна из приоритетных задач. И это касается не только школ, но и высших и среднеспециальных учебных заведений. И здесь на первом плане не только техническое оснащение системами безопасности, но и человеческий фактор. Это показала трагедия в Керчи в октябре, когда студент взорвал и расстрелял своих же сокурсников и педагогов. Губернатор Кондратьев на Совете Безопасности предложил преподавателям открыть в крае горячую линию для психологической помощи запутавшимся подросткам. Коллеги, вы в первую очередь педагоги с 7 лет до 15, когда формирование идет чуть сильное, рядом с нашей молодежью. Сигнал, как бы мы ни говорили, конечно, от вас. Сигнал передайте о том, что есть такая семья, есть такой подросток, есть подобная проблема, может быть, вернуться к практике наших горячих линий. Они же в интернете сейчас ищут собеседника. А мальчишка, девчонка, который сам с собой пытается разговаривать, или на самом деле в нем зарождается это недовольство, протест, мог позвонить. Позвонить и по этому телефону пообщаться не с тем, кто хочет им воспользоваться. Этим мальчишкой, девчонкой, а все-таки профессиональный психолог. А здесь штат психологов создать, если это предложение найдет поддержку. И на самом деле на горячую линию посадить. И посмотрим, как эксперимент, даст ли он свои плоды. Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае – это одна из подпрограмм краевой целевой программы «Безопасность населения Краснодарского края». 50 тысяч школьников в крае добираются до школы на автобусах. И этот путь должен быть не только комфортным, но и безопасным. И здесь важная задача – обновление парка школьных автобусов. Он пополнился на 120 единиц. Новый транспорт получили образовательные учреждения в 12 районах края. Пазы оборудованы современными средствами безопасности, в том числе спутниковой системой ГЛОНАСС и кнопкой экстренного вызова. Важно, чтобы дети добирались до школы в комфортных и безопасных условиях, отметил губернатор Вениамин Кондратьев. Отмечу, что в соответствии с потребностями муниципалитетов транспорт приобретен различной вместимости. Данная партия школьных автобусов приобретена за счет краевых и районных средств. Всего 340 миллионов рублей. Сегодня в школах региона работает 1031 автобус. В прошлом году было приобретено 200 школьных автобусов. В преддверии текущего учебного года для школ края мы передали еще 107. Ключи от новых комфортабельных автобусов вручала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Менькова. Она отметила, что еще три года назад вопрос с перевозкой учеников стоял остро. Школьный транспорт нуждался в обновлении. Острота этой проблемы на сегодняшний момент снята. Мы, конечно, будем эту работу продолжать. Но самое главное, что сегодня на линию уже не выйдут автобусы старше 10 лет. То, что предусмотрено федеральным законодательством и то, что предусмотрено нормами безопасности. Вот это самый главный вопрос – обеспечить безопасность перевозок. Расширение школьного автопарка продолжится за счет федеральной поддержки и благотворительных программ. Сегодня на школьных автобусах добираются на занятия 50 тысяч учеников. Система безопасности, камеры видеонаблюдения, система распознавания личности. Эти технологии сегодня уже прочно вошли в работу транспортной отрасли Краснодарского края. Такие системы уже внедрены и успешно работают, в том числе на железнодорожных вокзалах региона. Стратегический объект – железнодорожный вокзал. Его пропускная возможность в Туапсе – 8,5 тысяч человек в сутки. Проследить за порядком помогает техника. Металлодетекторы на входе, камеры видеонаблюдения по периметру и внутри здания. В безопасности людей не бывает мелочей, поэтому глава региона обращает внимание на качество картинки с камер видеонаблюдения. Она должна позволять детально рассмотреть лица всех, кто проходит на вокзал. Система распознавания личности позволит человеку, который только подходит к вокзалу, будет проходить через рамки, уже понимать, кто перед вами – добропорядочный гражданин или, по большому счету, уже преступник, который еще и в розыске находится. Вот эта система распознавания личности, я считаю, она должна стоять на всех – ЖД, авто, вокзалах, рапортах, во всех местах общего пользования. Однако системы безопасности не должны вызывать в людях чувство преследования. Технологии применяются только для предупреждения опасных ситуаций. Важно, чтобы наши меры безопасности тоже не доставляли дискомфорт и гостям, и жителям Туапсе. Внедрение таких систем безопасности на вокзалах и в аэропортах – это крайне важная для края задача. Ведь ежегодно Кубань посещают более 16 миллионов туристов. И безопасность каждого из них – также забота принимающей стороны. Так, в июне в регионе вступил в силу закон об организации автотуризма на маршрутах повышенной опасности. Под него попадает и так называемый джиппинг. Ужесточить контроль на рынке оказания экстремальных услуг поручил губернатор Кубани. В Краснодарском крае четкие и жесткие правила, регулирующие рынок предоставления экстремальных услуг. Закон регулирует требования и к водителям, и к автотранспорту, и к маршрутам, по которым возят туристов. Любой вид, в том числе услуг, курортных, экстремальных услуг, они должны способствовать тому, чтобы популяризация того или иного курортного города, конечно, только росла. И за безопасность и здоровье отвечаем мы. Еще огромное количество людей приезжают в регион не на отдых, а на постоянное место жительства и на заработки. Это не только жители нашей страны. Часть из них – это нелегалы. Чаще всего они работают на стройках и в сельском хозяйстве. Это не только удар по экономике, но и в первую очередь по безопасности края. В связи с этим Вениамин Кондратьев поручил организовать в администрации Краснодарского края подразделение по миграционной политике. Новая структура будет обеспечивать межведомственное взаимодействие в борьбе с нелегальной миграцией. И это тоже вклад в безопасность всех жителей Кубани. Эти ворота можно назвать прощальными. Именно отсюда, из центра временного содержания иностранных граждан, выдворяют и депортируют нелегальных мигрантов. Сейчас здесь 198 человек. На территории России они находятся незаконно. Подобный комплекс в Гулькевичском районе – единственный во всем Краснодарском крае. Сюда также привозят нарушители из Адыгеи и Крыма. Иностранные граждане содержатся в центре в пределах двух-трех месяцев, как правило. Зависит это от необходимости изготовления для них документов, позволяющих пересечь государственную границу. С начала года в Краснодарском крае выявили свыше 20,5 тысяч нарушений миграционного законодательства. Нелегалы чаще всего работают на стройках и в сельском хозяйстве. Тема стала главной на заседании регионального совета безопасности, который провел губернатор. Вениамин Кондратьев заострил внимание на том, что борьба с незаконными мигрантами начинаться должна с их работодателей. Нужно жестко действовать и пресекать нахождение в крае нелегальных мигрантов. Но, на мой взгляд, нужно намного жестче действовать, потому что не тем, у кого они работают. Намного жестче, потому что вот те, кто их приглашает, они в первую очередь источник проблемы. Но если мы их в первую очередь жестко накажем, жестко, тогда я думаю, что нелегальному мигранту просто негде будет работать. Проблема, в первую очередь, в работодателях, которые предоставляют работу нелегальным мигрантам и тех, кто за ними стоит. Чтобы устранить одну из причин появления нелегальных мигрантов, это в первую очередь рабочие места для них, Вениамин Кондратьев дал поручение лишать региональной поддержки тех фермеров, которые незаконно устраивают к себе таких сотрудников. Кроме этого, в администрации края появится новая структура, занимающаяся миграционной политикой. В ее обязанности, в том числе, будет входить обеспечение взаимодействия между всеми профильными ведомствами. Региационная политика должна все-таки быть политикой. И не отдаваться на откуп ни одному из органов. А в совокупности мы должны вместе эту миграционную политику сегодня выработать. И она должна быть понятной и прозрачной. Я соглашусь с тем, что сегодня ведущие страны мира тоже привлекают мигрантов. И в Россию исторически приезжали иностранцы для работы. Но надо и понимать, что кто приезжал. Приезжали на самом деле ученые, архитекторы, конструкторы. А давайте посмотрим, кто к нам едет. В этом-то и вопрос. И что они у нас будут делать? Поэтому должна быть, безусловно, структура в органах власти, исполнительной, которая будет все это аккумулировать, понимать и готовить предложения. Таким образом нам сегодня реализовать в крае миграционную политику. Незаконная миграция не только удар по экономике региона. Ведь доходы от теневой деятельности могут достигать сотни миллионов рублей. Но и вопросы безопасности. С начала года зафиксировано свыше тысячи преступлений с участием иностранных граждан. И самое тревожное здесь, что граница между добропорядочным человеком и нелегалом может легко стереться. Вчера, когда заехал, значит, он по документам, с патентом, работы. Прошло время, документы все закончились, и он стал уже нелегальным мигрантом. И никто его не ищет. И сколько их у нас в крае, сегодня очень сложно сказать. И орган прокуратуры, я вам скажу, тоже более тысячи нарушений в действиях только должностных лиц было выявлено по данному направлению. Серьезного регулирования требует и рынок труда. В Краснодарском крае на сегодняшний день в регионе легально работают больше 70 тысяч иностранцев. При этом половина из них по выданным трудовым патентам. Но насколько в таком объеме зарубежных рабочих рук есть реальная потребность, тоже вопрос грамотной миграционной политики. Венимин Кондратьев уверен, необходим детальный анализ ситуации. Приоритет за вакантными местами должен оставаться у местных жителей. Прежде чем выдавать патенты или, допустим, квоты просить, давайте поймем, какая нуждаемость сегодня в рабочих местах или просто в вакансиях жителей края. Это приоритет. И если на самом деле жители края не нуждаются в вакансиях, они туда устроены, безработица равна нулю, тогда пожалуйста. Пусть мигранты приезжают и заполняют те ниши, которые не заполняются. Валерий Алексеевич, мне нужна стратегия. Вот стратегия с конкретным алгоритмом движения в области контроля на основании миграционного законодательства. Поэтому давайте подойдем еще раз взвешенно. Давайте подойдем с пониманием ответственности личной за то, кого мы пускаем в край. Еще раз подчеркиваю, нелегальных быть вообще не может, а легальные должны быть на учете. Усилить контроль над каналами нелегальной миграции на территории Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил и руководство Главного управления внутренних дел по региону. За год количество проверок в ведомстве снизилось почти на треть. Я еще раз напомню, что в Краснодарском крае продолжает действовать государственная краевая программа обеспечения безопасности населения. Ее реализация позволит сформировать комплексный подход к госуправлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, террористических угроз. Все это способствует успешному социально-экономическому развитию Кубани. Ведь конкурентноспособность Краснодарского края, как региона привлекательного для туристов, инвесторов, проведения различного рода крупных, в том числе международных мероприятий, определяется и высокой степенью безопасности. Эффективная работа системы профилактики правонарушений, оперативное решение задач правоохранительной направленности – все это гарант безопасного проживания населения в Краснодарском крае и, что немаловажно, развития бизнеса. И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет наш регион. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова